Всем привет, друзья, с вами Брайан. Скоро очень крутой день, 1 сентября. Очень крутой день. 8 минут мучений. Невозможно подготовиться за 5 минут. Нет, дело поважнее уроков, поэтому интернет я и... Отражение меня. Всегда дело поважнее, чем уроки. Страшные сериалы. У меня такая случая была. Смотрел сериал. Два параграфа. Почему так много? Это мало. Да зачем? Я б не готовился бы. Параграф 60. Всегда так говорю, и все равно не начинаю готовиться. Страница 1. Гопник. Ну, сразу видно, что эмоции как бы наигранные. Он специально это делает, он не импровизирует. Я иду. Вот я так же готовлюсь к контрольной. Она сама села на мою кнопку, я не виноват. Как раз и ты и виноват. Темнее. У него тошнит. Чувак, он его знает или нет, что он называет чувак? Монтаж хороший. А вот в театр ему нельзя. Чего-то как-то не очень убедительно. Слишком жестокая мама. Не слишком. Да. Росткая жена. Вина наигранность, но она наоборот только лучше к этому видео. Вот, вот за это он и популярен. За то, что у него много образов, он умеет как бы перевоображаться. Бедняга. Получай, что ли ты? Может, каши поел. Это слишком жестоко. Тем более он не делает видео для маленьких детей. Для маленьких детей это слишком жестоко. Пожрали. А теперь живо. А потом это все убирать. Зато в школу точно такой, няня, не опоздаешь. Вряд ли я смогла вымануть дверь. Скорее всего, просто как льва ногой, а потом открыл ключ. Интересно, что родители потом скажут. Реклама алкоголя. А ведь его смотрят дети. Ну, Иван Гайя, хоть его смотрят много детей, но он хоть не рекламирует курево и алкоголь. А он что-то рекламирует. Ну, слишком жестоко. Но можно было бы помягче, но тогда бы его видео были не такими интересными. Как бы его видео рассчитано для более маленьких, но для более маленьких это нельзя показывать. Не для всех. Такую няню хотел бы. Тогда точно в школу бы не просыпал никогда. Видео-то смешные, но не очень хорошее для детей. Мне нравится. Я всегда смотрю Брайан Мапс, когда у него новые видео выходят. Какое-то не такое вот больное какое-то такое чувство. У меня не зацепило совсем, но оно хорошее. Мне понравилось. Но я его смотреть буду. Ну, как-то раньше он был какой-то не обкуренный. При просмотре первого видео в школе ты узнал в нем себя? Да. Последний день готовить все, что задали на лето. Целый день сначала, а потом, потом, и потом надо ложиться спать. Контрольный тоже никогда не готовлю. Ну, и то, если подготовлюсь, то тоже могу не ту. Нет. В некоторых моментах очень узнала. Говоришь, что сейчас начнешь готовиться, но продолжаешь просто страдать всякой дичью. Немножко было. Ну, уроки я что-то не делаю. Кто уроки дома делает? В школе делаю. В туле зашел, списал и пошел на урок. Нет, зачем? Если можно в школе сделать. Ну, а если стишу? Элементарно. Просто кто на первой парте сидит, он вот так вот учебник держит и под парты ложит, и я читаю. Это лайфхаки. Я вот так вот стою, как вы, читаю. Все, тебя реально раскрою. Да, мой учитель не посмотрит это видео, так что. Когда спешу, вот поем, если вот бегу-бегу, я тоже могу упасть, как всегда, при пути в школе. Обтеретись, а потом опять побежать. В принципе, то же самое и происходит. Ты бы хотела провести день вот с такой няней, как в видео? Нет. Потому что она слишком жестокая, но я ненавижу жестокость. Если бы она меня избила, вряд ли это было бы хорошо. Ну, весело бы было. Нет. Она какая-то очень злая, жестокая. Как ты считаешь, нормально ли по дням переодеваться в девушек, как это делает Брайн? Ну, для видео, может, да, а в жизни нет. Ты бы переоделся? Для видео, да. И пошел бы в школу? У меня подруга была, которую на учет поставили из-за того, что она сняла пародию на ревизора в школе. Это бы прикольно, весело. Нет. И даже на видео нет. А если бы тебе сказали, например, даем тебе тысячу долларов, ты идешь вокруг школы? Нет, не пошел бы. А 10 тысяч? Возможно. Для видео нормально. Переоделся? Да. Пошел бы, например, к школе. Да, ну, чтобы посмеялись все и я. Если бы не снимался, я бы переоделся. Не, ну, на видео это круто, а так тебя могут побить. Ты думаешь, такие видео только дети смотрят или взрослые тоже? Ну, я думаю, только дети, подростки смотрят. Ну, в основном мы дети. Иногда вот мама смотрит со мной, ей нравится. Думаю, только детям. Дети лет 10, может, 13. Максимум, наверное, лет 16. Мои родители никого не смотрят. Они не знают, что такое YouTube. Ну, телевизор, да, им нравится телевизор. Я не умею им пользоваться. Даже мой папа со мной смотрел вот такой видеоролик Брайна. Взрослые тоже смотрят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok